доброе утро друзья мои сегодня у нас 29 число завтра день выезда солнце светит ярко птички поют на улице на улице тепло а мы собрались экскурсию балаклаву ну да у нас слава богу все удалось и экскурсии в этот раз срослась мы ее проплатили сейчас полдевятого будем собираться поедем балаклаву экскурсия недолгая также пять пять с половиной пять часов где-то смотрите море какое прекрасное сегодня шторма нет вообще волна такая рябь идет да что вчера чего было да красота конечно сирище воды просто прелесть сегодня мы съездим балаклаву посмотрим военный объект этот как он правильно называется ремонтная база подводных лодок пройдемся по набережной покатаемся там морская прогулка у нас будет короче говоря и вы с нами день только начался всем доброго утра лкаутра и всем прекрасного дня у кого день а кто нас смотрит вечером прекрасного вечера пришлось сбегать в комнату за паспортами оказывается на этот объект не пускает без паспортов бегом бегом бежим машинка стоит иван не предупредил паразит такой но не страшно все будет видно дальше хорошо видна ильяская а еще в народе ее называют гора краб лево и наверх гора краб видите вот кажется что в клешне опустил вниз краб вот если подняться туда наверх на седловинку там у нас находится храм солнца считается место силы природа поставила 7 камней в хоровод вот так кругом поставил а в центре небольшой камень его называют цветок можно на него подняться он всегда тепленький и туда в небо задать какой-то вопрос и говорят что сразу получишь ответ ну не знаю насчет ответа но на этом камне очень часто можно увидеть рыжего толстого кота который туда ходит как на работу людей туда приходит очень много все его подкармливают и он понял что в общем здесь такое хорошее место вот и приходит туда точно на работу приходят туда так но мы с вами вот она ласпинс красиво красиво вот с этой стороны скалы видны ну и мы с вами ныряем в противокамнепадную галерею защищает путников и машины от камнепада это галерея и мы поднялись с вами на ласпинский перебал 300 метров над уровнем моря с левой стороны скала носит имя гарина михайловского такой талантливый инженер-путеец гарин михайловский он приехал сюда в крым в начале двадцатого века потому что уже вопрос остро стояла строительстве новой дороге и вот гарин михайловский хотел все наши города соединить железными дорогами и каждая станция этой железной дороги это произведение искусства у него в проектах было там дворец какого-нибудь шаха падиш байдарская долина прежде всего прежде всего водой и чикличушек которые стекают с гор и наполняют русло большой реки бассейн большой реки который называется черная здесь байдарской долине у нас археологи нашли камни вкопанные вертикально это еще примерно четыре тысячи лет тому назад древние поставили камни выполняли какие-то свои ритуальные действия свои стонхедж находятся здесь также у нас здесь байдарской долине много каменных ящиков которые называются дольмены камни вкопанные вертикально менгиры камни вот смотрите да справа и стороны сейчас хорошо видно байдарская долина и каменные ящики дольмены в них хоронили тавры своих умерших тавры это коренные жители крыма называют таврика таврида таврия по таврским племенам которые жили здесь в крыму и вот хоронили своих умерших они в таких каменных ящиков дольменов и здесь в байдарской долине довольно много так что сейчас с левой стороны мы с вами увидим озеро варнудской долины озеро рукотворное конец 70-х начало 80-х годов такие озера создают для отдыха граждан для орошения полей огородов как пожарные озера сейчас с левой стороны мы увидим такое озеро вот он был снег были дожди и озеро сейчас наполнилось это очень приятно для нас конечно когда мы видим как исчезает вода и для нас это очень печально в прошлом году мы жили по режиму три часа утром вода три часа вечером вода в этом году наполнились наши водохранилища и озера и так варнудская долина по одной версии переводится как брошенное покинутое место было время когда возвращаемся значит севастополь и так в 1783 году екатерина присоединила крым и создала сразу базу черноморского флота но целый год севастополь назывался актиаром когда русские моряки пришли сюда здесь маленькая татарская деревушка акьяр русский на свой лад произносит актиар белый утес в переводе через год екатерина 2 называет наш город по-гречески модно было в те времена давать городам греческие названия называет его севастополь севастополь переводе означает город святой уважать клавы виноградники и с левой и с правой стороны виноградники агрофирмы золотая балка мы сейчас будем проезжать завод золотой балки сейчас дамы лазу убирают в советское время была посажена глазу высаживаю привозят ее из европы вот видите и с левой стороны и с правой стороны это все виноградники золотой балки осенью это просто необыкновенное зрелище когда знаете идет уборка урожая идет трактор с прицепом и вот гора винограда сверху вот он медленно движется туда на завод листики разноцветные свисают а когда виноград желтеет листья желтеют вот это все в золоте все золотое желтое вот она золото золотой балки вся красота так и мы сейчас с вами с основной дороги поворачиваем налево в балаклаву а прямо перед нами вот справа и вперед если посмотреть видеть такая гора она кольцом спрятала севастополь вот мы говорили о первой обороне севастополя была и вторая оборона 1941 42 год гитлер сказал взять крыму любой ценой это трамплин бакинской нефти к нефти кавказа и сюда он отправил армию манштейна и севастополь держал оборону 250 дней манштейн взял все города крыма севастополь подошел к севастополю думал маршем его возьмет но задержался здесь простоял 250 дней севастополь держал вторую оборону оттянул на себя 300 тысячную армию фашистов не было в нашей обороны уже пати фашисты стояли где-нибудь от сталинградом все по-другому бы пошло то есть велико значение было нашей обороны почти два года здесь хозяйничали фашисты освобождение севастополь пришло 9 мая 1944 года такое удивительное совпадение за год до всеобщей победы лужайки по газонам можно ходить можно лежать на них здесь же магазин завод золотой балкан ресторан очень приятно просто посидеть вечером здесь с видом на виноградники особенно когда закат солнца очень красиво вот такая красота мы проезжаем с вами золотую балку агрофирма золотую балку так назвали это местечко здесь предгорной части по побережью жили тавры мы с вами уже знаем что это коренные жители крыма крым называют таврика таврида таврия по таврским племенам и вот там что они делали они разводили костры на берегу моря мимо проходит корабль груженный товаром капиталь видит костры земля он держит курс к земле а тавры поскольку они как говорят были первыми пиратами мне кажется в те времена все занимались разбоем вот тавры нападали на корабли грабили корабли по всю команду приносили в жертву своей кровожадной погибе дерев поклонялись они погибе 9 и вот когда александр сергеевич пушкин путешествовал по крыму он побывал здесь на фиоленте у нас чуть правее западнее находится мыс фиолет очень красивое место и сказал что я видел там храм это был храм богини девы и написал такие строчки к чему холодные сомнения я верю здесь был грозный храм где крови жаждущим богам имели жертвоприношения пушкин решил что такский храм богини девы был здесь в севастополе на мысе фиолин на самом деле он не найден у нас нигде дело за молодежью потом найдут я думаю и так поскольку вот в этих кострах грекам видимо мерещились какие-то символы недобрые символы поэтому назвали символон лимне бухта символов бухта предсноименования в средние века сюда пришли генуэзцы генуэзцы купцы с левой стороны посмотрите генуэзская крепость вот сейчас вельхут но мы еще увидим с вами и нояская крепость чем было не просто крепость два города верхний город святого николая нижний город святого георгия ну что ребята вот мы и балаклаве смотри это не то хорошо давай отойдем давай на фоне этого прямо от воды смотри только не упади а Продолжение следует...